И для коней пищи, ну мы по дороге брали, по дороге для коней брали пищу. И мы ехали, кажется, две недели. Две недели через Украину и Польшу? Не-не-не-не. Что ж с ней? Что ж с ней мы ехали? Вот. Ну и так, и я ехал, ну как я ехал уже до посещения, то, что я сказал, у коменданта взяли документы, да. А мать, ты сказала, она собиралась родить ребенка в пути? Да. Это в Польше она уже собиралась или когда в Германию приехала, собиралась? Некуда, еще на Украине. О, но она не родила на пути? Нет. Когда приехала в Германию, то уже родила? Да, приехала в Германию. А кто это был? Райнуш или Михлик? Ну да. Какой родился там? Райнуш. Ага. Он звался Райнуш. Ага. И вон там возили повушкоколейки, возили мусор. И той, который впереди, ехал на такой вагонетке, а сзаду там было, может, каких-то 15-20 вагонеток. И он ехал, а этот мальчик, ему было 3 года, и он так медленно в те вагонетки шли, и он между вагонетками там хотел перейти. Матя пустила его на двор, а он там бегал, ну и там хотел перейти, и когда шахта его на одну ножку отрезали так, а двигал только два пальчика на другой отрезала. Ну и он помер. Это Райнуш? Это про Райнуша ты говоришь, да? Да. Он помер. Да, окей. А сколько ему было, когда он помер? Три года. Три года уже было. Три года. А Михлик от чего он умер? И Михлик тоже помер. А что ему случилось? Еще одна, шесть месяцев была Беремельна, шесть месяцев, и она поступила неправильно. Она одеяло трепала, как было, где вагонила я, как то скажу. Ну, заберемельна. Ну, заберемельнула. Ага. Шесть месяцев была, и она, давай, трепать его одеяло. И она там умерла, и потом в госпитале вычислили. Ну, это не про Михлика ты говоришь, это про другого ребенка, который не родился никогда. Ну, да. А про Михлика, как он умер? Расскажи. Какой? Михлик. Как умер? Михлик, да. Как Михлик умер. Михлик, ага. Это первый. Михлик кухну. Она бачила, заметила, двадцать центов. Это одна, одна как, одна двадцать центов. Да. Одна. Одна штука двадцать центов. Вон, колкнул. Ну, шоще было, сразу до доктора. И вытягнути. То мы боялись, что когда доктора лежит, и дитину думали, шо вона, та копинка, шо тие бета, квадра. Шо вона вылезет так. А вона не вылезла. И через это он заболел, и помер. То, а в больницу они не возили его, чтобы там спасать его? Ну, доктор был, двадцать километров, ну, шо ж, поехали, давали корону. Ну, мы лежите дитину, то есть ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, а когда уже бачили, что он умирает, и даже не смогли в то время спасать его? Ну, ну, я хожу в то время, я хожу в то время, чтобы заболел так до того времени, что умирает уже, то уже мы и не спасали. То поздно уже было. Ну, да, то уже поняли, что лучше нехай умирает, нежели так запорчен и, чтобы мучился. А даже не хотели бы в больницу к доктору, чтобы они могли бы спасать его и вылечить его? Ну, понятно, что могли бы, но как мы, бараны, молодые, лежат и дитину... О, вы побоялись, что это смерть принесет ему? То, не, мы... Думали, что Бог может истелить его? Ага, ну да. Молились и все, да? Да, да, мы на Бога надеялись, а оно в таких случаях, то уже нужно было... Даже на Бога нельзя в таких случаях надеяться, надо на врачах надеяться. Ну, да, понятно. А мать плакала про это? Ну, понятно, что плакала. Да, скорбный. Я плакал, наверное, что, плачу, я помог. Она видение бачила, а ты не бачил видение про Михелька и Райнуша? Я забыл. Я забыл, что она бачила, не жена видение. Да, она рассказывала. Мама рассказывала про это видение, что она бачила Райнуша и Михелька, и у Райныша ноги новые были.